От коронавируса излечился еще 631 Ставрополец. Общее число выздоровевших превысило 99 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки плюс 316 заболевших. 21 пациент скончался. Коллективный иммунитет поможет остановить пандемию. Большую роль в этом играет вакцинация. Турпоток в регионе На планку в 90% от доковидного 2019 года. И чтобы дальше поддержать динамику, краю нужна модернизация инфраструктуры, санаториев и гостиниц. Помочь с этим должен нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Инвесторы также готовы вкладываться в развитие Кавминвод. А регион обещает профильному бизнесу льготы, займы и налоговые преференции. В следующем году отремонтируют два участка региональной трассы Кочубеевская-Балахоновская-Армавир. Всего специалисты обновят свыше 3,5 километров асфальтобетонного покрытия. Также там приведут в нормативное состояние обочины, сообщили в региональном Миндоре. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Кисловодске благоустроили набережную Подкумка. Там обустроили дренажную систему и заасфальтировали подъезд в пешеходной зоне. Также проложили велодорожки и установили скамьи, урны, ограждения и освещения, сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Благоустройство велось в рамках программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В селе Кочубеевском после капремонта открылся 21-й детский сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест. В здании заменили коммуникации, обновили кровлю, стены, полы и потолки. Рассказали в Управлении по информполитике правительства Ставрополя. Работы провели в рамках краевой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».